Мероприятие, на котором аж волосы встают дыбом. Догадались о чем я? Конечно же, о фестивале автозвука. Ежегодно на парковке торгово-развлекательного центра «Акварель» проходит фестиваль автозвука и тюнинга, где собираются сотни увлеченных людей показать свои авто и то, на что они способны. Это соревнование. У всех участников измеряют уровень звукового давления сабового звена, фронтальной и тыловой акустики. Зрителям же было интереснее смотреть, у кого больше динамиков и как модифицирован автомобиль. Людям нравится музыка, начинают. У нас это называется автозвук-болезнь между своими, когда уже хочется громче-громче. Там 17 классов, есть ограничения, новичок, любитель, профессионал. То есть, естественно, если человек занимается уже этим более пяти лет, он не будет участвовать в соревнованиях с тем, кто, допустим, новичок, только пришел. В категории профессионалов Игорь Болотов. Он занимается автозвуком уже около трех лет. Начинал с маленького сабвуфера, а дальше эта тема увлекла все больше и больше. Автомобиль полностью проклеен виброизоляцией типа брони. Сделаны короба под сабвуферы. Установлены дверные карты, тоже под заказ, под шесть пар 20-х динамиков. Установлены 18-е сабвуферы. А также три усилителя. И все вместе дает такой эффект. Это Hair Trick. Явление поднятия и вибрации волос под воздействием давления звуковой волны, которая создается сабвуферным звеном. Согласитесь, выглядит эффектно. Теперь автолюбители не просто занимаются автозвуком, но и придумывают целые концепции для своей машины. Chevrolet мой любимый. Зовут его Роджер. Тематика мексиканского дня мертвых. Делалось долго, денег положилось много. Деньги, которые слышно внутри. Есть только фронт, но недособранный. Сейчас поедет на замер. На соседней площадке было не менее зрелищно. Если здесь мерили звуком, то там тюнингом. На сегодня проходит автофестиваль. Проводятся соревнования по разным номинациям. Это у нас ретро, реста, родом из СССР. Больше, конечно, делаем мы на этот акцент, потому что сейчас даже современные молодежь, они как-то делают акцент на эти автомобили. Нам просто нравится эта вся движуха. Нравится этот весь стиль. Показать вообще людям, какие есть стили вообще автомобилей. Такой пример и Юлиания Саенко, и ее розовая машина. Ладу девушка купила только два месяца назад, и за такой короткий срок смогла ее так преобразить. Чтобы образ был цельным, и Юлиания даже покрасила волосы в цвет своего авто. Очень хотелось выделяться в потоке. Мне это очень, в принципе, нравится. И розовый цвет. Я не хотела быть Барби на самом деле, но все так сложилось, и этот цвет буквально спонтанно пришел. И задумка была, скорее всего, привлечь больше внимания и самой насладиться процессом, потому что этот автомобиль самый простой вообще из всего, что может быть. Разбирая свое авто, девушка смогла не только узнать больше об устройстве машин, но и усовершенствовать имеющийся экземпляр. Подключились и друзья. Некоторые детали были подарены. Что-то девушка красила и придумывала, как обыграть сама. Внимание зрителей привлек еще один необычный экспонат. Это Мазда, подразделение «Автозам» АЗ-1 модель. Привезена в этом году с Японии, с аукциона. До этого у меня были Тойота Сера, несколько штук. Покатавшись по выставкам, понял, что хочется более редкую машину. В России эта машина представлена в единственном экземпляре. Пока ее восстанавливают по технической части, чтобы автомобиль стал выставочным экспонатом. Главная цель – показать, что автомобиль может быть предметом для творчества и фантазии. Каждый проявляется через свои вещи. Таких представителей в нашем округе много. И своим примером они на подобных фестивалях заражают других. Мария Лихобабенко, Владимир Овсянков, Евгений Коломийц. Новости Большого округа.